В Сургуте строительство инфраструктуры для будущего микрорайона НТЦ близится к завершению. Уже видны контуры набережной, которая должна стать изюминкой этого района и города. Еще из главного система пассажирских перевозок в городе совершенствуется. Власти обещают новые автобусы и маршруты. Планы по благоустройству, итоги озеленения города и другие темы в материалах моих коллег. Это программа «Сдумай о городе». Меня зовут Елена Саган. Здравствуйте. Власти Сургута изменили план приватизации муниципального имущества. В этом году, чтобы обеспечить сбалансированность бюджета и покрыть дефицит, планировали продать пакет акций общества «Сургутнефтегаз». Город является держателем 12 миллионов ценных бумаг предприятия. Однако, в связи с нестабильностью рыночных условий и планами бюджета на 2024-й, в администрации предложили перенести реализацию акций на следующий год. Также в прогнозном плане приватизации окажется доля Сургута в обществе «Югорская лизинговая компания». 13% акций купили в далеком 1999 году за полтора миллиона рублей. Многократно этот пакет выставлялся на торги, но был неинтересен инвесторам. Последний раз аукцион по продаже бумаг проводили в 2018 году и предлагали приобрести долю нашего города в капитале частного предприятия за 4 миллиона 300 тысяч рублей. Желающих не нашлось, но в сентябре текущего года в мэрию обратилась администрация самого предприятия и попросила включить акции в план приватизации. А через чем у «Югорская лизинговая компания» поступила такое предложение? Нет. Запротивились, сказали. Мало того, мы узнавали у наших коллег в муниципальном образовании города Кантамансит. Такое же предложение поступило и им. Наверное, есть какие-то у них виды на данную компанию, но мотивацию они не раскатывали. То есть мы же понимаем, что там будут безинтермативные торгейские лизинги? Скорее всего, да, учитывая, что неоднократно мы проводили их, никто не заявлялся. Власти Сургута на заседании Комитета Думы по городскому хозяйству рассказали о благоустройстве парков и скверов и планах на следующий год. В нынешнем сезоне работали на пяти объектах. В парке Засаймой в июле сдали спортивную площадку. Там же запланировано обустройство спуска к воде. Из-за высоких уровней реки закончат позже, чем планировали. Но должны успеть до конца текущего года. Материал закуплен, подрядчик ждет возможности начать работы. Готовность сквера на перекрестке Бульвара Свобода и проспекта Ленина 55%. Его сдадут в следующем сентябре. Рядом обустраиваемый мини-парк за дворцом торжеств готов на три четверти. В еще более высокой степени общественная зона в 20-м А микрорайоне, где появилась площадка для выгула собак и дорожно-тропиночная сеть. Эту локацию между улицами 30 лет Победы и Университетской продолжат развивать в следующем году. Смонтируют сцену и спортивную площадку. Продолжится возведение сквера на пересечении Бульвара Свободы и проспекта Ленина. Дальше будут развивать зеленую зону 8-го микрорайона на улице Республики. Все эти территории поддержали в голосовании весной жители. До конца года будут разыграны муниципальные контракты на реализацию. Проектно-сметная документация разработана. Общая сумма затрата около 120 миллионов рублей. В мэрии уже составляют перспективные планы работ. Имеется несколько проектов в администрации, в том числе и набережная. Рукава Саймы от Езиды через дворец бракосочетания к Сургу. Это уже большие проекты. И, скажем, перспективы 2025-2026 годов, мы, наверное, вернемся в 2024 году, будем рассматривать, какие объекты будем уже готовить к реализации. Ближайшая перспектива закончить то, за что мы взялись. Депутаты Сургутской думы рекомендовали профильному департаменту следить за тем, чтобы не затягивались те работы, которые должны выполняться при положительных температурах. А также в случае, если проводилось общественное голосование за проекты, учитывать тематику и концепции, которые поддержали жители. В парке в 20-м А микрорайоне, например, ранее предложенный футуристический стиль видоизменили. Заместитель, руководитель Думского комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию Богдан Гужва предложил улучшить визуальное оформление тротуаров. Видоизменить применяемые в благоустройстве малые архитектурные формы. Лавочки, урны, опоры освещения. Это, возможно, упирается в переустройство производственных мощностей. Но тогда поставщики материалов должны развиваться и модернизировать оборудование. Новая набережная в Сургуте за торгово-развлекательным центром Ситимол на территории микрорайона научно-технологического центра будет доступна для горожан уже следующей осенью. Сейчас завершается берегоукрепление. Обязательная процедура для обеспечения безопасности как строений будущего кластера, так и сургутян. Осталось забить почти 400 шпунтов из 1740. Процедуру завершат весной. Тогда же приступят к благоустройству. А уйдут с объекта до конца будущей осени. Накануне там побывал глава Сургута. Ему доложили, что завершается реализация трех из десяти объектов. В этом году введут в эксплуатацию локальные очистные сооружения, магистральный водовод и канализационно-насосную станцию. Подобные масштабные работы по созданию инфраструктуры для застройки целого микрорайона Андрей Филатов назвал серьезным опытом, который получила городская администрация. Сложно сказать, будет ли кто-то учиться на этом еще со стороны, но мы точно на этом многому научились. И у города появились дополнительные компетенции реализации таких серьезных инфраструктурных проектов. Насколько я знаю, работа ведется, переговоры ведутся. И к декабрю, как помните, на одном из штабов мы уже договаривались. Я думаю, что контуры возможных резидентов, жилой застройки, общежитий, кампусов, я думаю, что мы уже сможем посмотреть. Стояла задача синхронизировать работу так, чтобы все десять объектов возводились параллельно. А процесс проектирования и реализации не вышел за отведенный довольно емкий срок – три года. Объем финансирования составил почти 8 миллиардов рублей. Это средства инфраструктурного кредита. Сегодня работы по реализации объектов в районе будущего НТЦ ведутся по графику. По некоторым – с опережением срока. Помимо набережной, очистных сооружений и канализационной станции, водовода, здесь строят сети тепловодоснабжения, водоотведения, газовую, котельную и дорогу. Контракт истечет в ноябре 2024 года. Добавлю, что часть коммунальной инфраструктуры возьмет на себя существующую сегодня городскую нагрузку. Эту особенность выделил спикер городского парламента Максим Слепов. Сюда пойдет в том числе стоки из города, поэтому для города это очень важно. Экология, безопасность в первую очередь. Потом, вы уже обратили внимание, ведется подготовка, уже завезли материал для дорожек, гранит уже завезли, уже бордюрный камень есть. Поэтому я надеюсь, что в следующем году мы уже с вами здесь будем заниматься спортом. У нас набережная будет готова. Я уже присматривал здесь место, где бы нам волейбольную площадку для пляжного волейбола поставить. Власти Сургута до конца ноября запустят в мессенджере Телеграм чат-бот, который будет отвечать на самые популярные вопросы жителей о сети общественного транспорта и оперативно выдавать информацию о маршрутах. Об этом на заседании комитета Думы муниципалитета по городскому хозяйству и перспективному развитию заявил на тот момент руководитель профильного департамента мэрии Кирилл Киселев. Он в октябре написал заявление об уходе из мэрии, но как инициатор транспортной реформы продолжит курировать ее реализацию. Однако уже в должности руководителя автотранспортного предприятия СПАПАД, базового перевозчика. О чем просили депутаты, расскажем далее. Сегодня сургутяне и гости города совершают около 75 тысяч поездок ежесуточно. С января по сентябрь перевезено более 15 миллионов пассажиров. Это на миллион с четвертью больше, чем за аналогичный период 2022-го. С 1 октября движение переведено на зимние. Расписание по городу курсирует 166 транспортных средств. С начала учебного года после СПАДа летом выросло число обращений жителей с жалобами и предложениями о совершенствовании транспортной системы города. Благодаря им введены два дополнительных маршрута – 27-й и 37-й. Также разработаны еще три. Они начнут курсировать с нового года. Отсрочка связана с финансированием. Дополнительные потребности учтут в будущем бюджете города. Запросы в мэрии продолжают отрабатывать. Просьбы и жалобы жители собирают и анализируют. Они поступают по обычной и электронной почте, в колл-центры и через соцсети. Есть жалобы, что терминал не работает. А есть конкретные предложения. Неплохо вам было бы продвинуть маршрут. Неплохо было бы изменить расписание, потому что ребенок школа опаздывает. Делятся на именно две части. Первое – это предложение. Второе – это какие-то замечания. Это первый фильтр, такой грубый. Второй фильтр – мы распределяем, какие именно предложения люди вносят. Какой маршрут, с какого района в какой нужно добраться. И количество людей, которые хотят именно с этого района добраться до этого. За нарушение контракта подрядчика эта компания «Спопад» штрафуют. Автобусы должны следовать в графике. Допускается отклонение от минус двух до плюс пяти минут от заявленного времени прибытия к той или иной остановке. Обсуждая тему, депутаты Сургутской думы попросили рассмотреть возможность расширения временного лимита пересадочного тарифа. Ведется ли работа по увеличению пересадочного тарифа? То есть увеличение промежутка времени. На данный момент у нас сейчас 45 минут действует. Люди обращаются, жители, на увеличение до 60 минут. Потому что они не успевают с одной остановки доехать до другой и там пересесть. Это на протяженных таких длинных маршрутах. Хочу вам сказать, что поселки точно не успевают. И однозначно, по крайней мере, я не знаю, как это сделать локально, но для жителей этих поселков нужно. Потому что любой час их возьмите, Рафотская стоит, возле автовокзала там стоит, УБР и так далее. 60 минут абсолютно недостаточно. И я думаю, чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Мы мониторим эту историю, но у нас недостаточно базы аналитической, чтобы принять решение, много это или мало. Мы с вами зимнего периода, когда с увеличенным количеством автобусов сейчас ездят с 1 октября, у нас только в 19 дней прошло, ну, в 18. Поэтому мы по концу, в конце года посмотрим, проанализируем и будем принимать решение. Также стали известны подробности в вопросе обновления парка общественного транспорта. Руководство СПАПАД оформило лизинг на 30 машин. Их будут получать в течение двух с половиной месяцев, начиная с 15 декабря. Дополнительно департамент городского хозяйства предусмотрит в проекте бюджета деньги на покупку еще 10 автобусов. Депутаты Сургутской думы в октябре приняли участие в акции «Единый день посадки саженцев». В этом году в экономической столице его провели в несколько этапов из-за большого числа желающих. Появится на улицах Сургута около 600 молодых кустарников и деревьев, в частности сирень и пузыреплодник, яблоня сибирская, береза, сосна. С этого момента и в течение пяти лет специалисты лесопаркового хозяйства ухаживают за растениями. Приживаемость достигает 95%. Всего же этой осенью зелеными легкими приросли 10 городских локаций. Например, участки на проспекте Ленина, в сквере 13-го А микрорайона, на улицах Киртбая, Университетская и других. Для озеленения осень – самая благоприятная пора. По словам специалистов, фотосинтез растений в зиму уходит на покой. Добавлю, что за три года в городе появилось более тысячи молодых деревьев и кустарников. С большим удовольствием вместе с командой Югры приняли участие в посадке деревьев здесь, на улицах Киртбая. Мы сегодня все вместе здесь высадили более 100 кустарников сирени и пузыреплодника. Надеюсь, весной то, что мы посадили, даст свои всходы, все деревья примутся и порадуют нас ароматами и цветами. Газель на службе. Члены молодежной палаты при Думе Сургута, одна из компаний города и неравнодушные жители отремонтировали и отправили в зону специальной военной операции автомобиль. Об этом рассказал председатель Думы Сургута Максим Слепов в своих социальных сетях. В машине разведена проводка на 220 вольт, установлен преобразователь и столы. Фургон полноприводный, оборудованный под передвижную лабораторию. Его можно использовать, как, например, штаб управления дронами или так, как посчитают лучше военные. Получили вашу посылку. Хотим поблагодарить молодежную палату при Думе города Сургута. Всем, кто принимал участие в этой гуманитарной миссии по сбору, ремонту данной машины, которую доставили нам за такую мини-лабораторию, которая нам здесь необходима для качественной работы. Большое вам спасибо за те запчасти, за масла, которые вы нам тоже передали. Это неотъемлемая часть, что машины здесь работали и выполнили свою боевую задачу. 25 октября состоялось 21-е заседание городского парламента. На нем рассмотрели 14 вопросов, среди которых корректировка методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, изменение в правила благоустройства города, в частности установки заборов. Также определили последовательность и порядок разработки документов стратегического планирования и их содержания. Уже в ноябре народным избранникам вновь могут предложить скорректировать текущий бюджет Сургута и ознакомиться с предложениями, которые сформирует Департамент финансов мэрии относительно параметров доходов и расходов на 2024. Увидимся на наших каналах. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok